Перед вами русский город Селези. Здесь 220 воинов и 96 мирных жителей. Он был сюда привезен в 1994 году. По сути дела мы спасали этих жителей от действий нашей бабушки и тети, которая поломала примерно 20% жителей. Особенно доставалась крупным животным, так как пластилин использовался для замазки окон. Каждую зиму мы несли существенные потери. С этим мы не могли не смириться и поэтому привезли их сюда. Так, ну рассмотрим, начнем рассмотрение города с конницы. Вот были сделаны 5 вот таких вот садников в золотистых попонах. В накидках. Это был тонкий доспех, его легко было пробить. Посмотрелось очень красиво. Здесь сидели вот такие вот воины. Сейчас покажу. Это вот такие пограничники. Правда здесь он маленького роста, они обычно были побольше. Вот. И они участвовали в сражении. Также сюда была привезена такая вот клюшка Пигги, о которой говорилось ранее. Это вот за этого города, она сейчас и там находится. Вот и у нее чуть более крупная лошадь и такая же вот пистопопона. Они участвовали в стрелковом сражениях с красными пульками. Ихими противниками были муравьи, которые сидели вот на таких вот лошадях. Их было 40. Вот. Сейчас осталось 38 лошадей. Вот. В итоге после сражения, там участвовали танки, самолеты, пылеметы и все тому подобное. Этих 40 лошадей были убиты, да, из этих садников. Лошади были захвачены, муравьи были сломаны. А на лошадей посадили уже своих воинов. Вот, например, какую-нибудь такую вот лягушку. Такую вот лягушку маленькую. Тут же были также и серны сделаны. А сзади вот такое одеяльце и подушкой желтого паспилена. Ну, правда, не у всех-то сохранилось. Вот. Потом вот эту конницу из 5-6 вот этих и 40 этих, она сражалась вот с такими садиками. То есть муравьям, даже не муравьям, а немцам, были сделаны 50 лошадей. Вот таких вот. Они были в белых блестящих таких вот накидках. Правда, не все, конечно, но... Вот. Воины были такие вот германцы из черного пастелина. Они были тоже в блестящие такие вот доспехи. Хотя легко пробивались. Головы у них были каричные. Вот. Вот они вот такие вот. Сейчас вот их уже сняли с лошадей после этого. Многих поломали. Ну, кое-кто осталось. Вот такого они были типа. Сейчас их осталось здесь, по крайней мере, 20. Все сели из них таких войн. Ну, было там не меньше 50. И вот они в рукопашном бою уже, с использованием спичек. Вот. И как бы восстанавливалось следовое побоище. Был задержан лес, который показывался раньше. Большой лес. И там сприснулись 50 вот этих садников и 40 русских. 46 русских. Ну, разумеется, наши победили. И эти лошади пришли за селезень. И туда были посажены все те же лягушки, медведки и тому подобное. Зверьки. Вот. Также конница. Есть и такие вот товарищи. Вот такая вот лошадка. На 10 чапани, на лошадь зеленого цвета. Вот. Более мелкие зеленые лошадки. Вот. Вот такая вот конструктора. По всей видимости его нашли. Этот воин тоже. В принципе, как генозец в зельцовом городе. Но, видимо, эту фишку нашли на селезневке. Вот. И он стал селезневцем. Вот он еще один немец, который сидит на такой лошади. Ну, и по всей видимости, вот этот вот медведь, на лошади, вот на этой. Он являлся командиром конницы. Таким образом, если сложить все, даже вот этих самых маленьких, общей численность селезневских конниц составляла ровно 100 человек. Ровно 100 воинов. Правителем селезневки были вот этот воин. Это заяц. Он был полностью покрыт доспехом уже здесь. Раньше он имел немножко другой вид. Примерно он походил вот на этого зверька. Вот такой вот он был. Вот уши у него видно. Вот такого типа. Но он был и желтопастный. Но этот заяц вот зеленый. Вот это был помощник заяц. Вот у него тут такая шина на голове. Вот они были всегда вместе. То есть, по сути дела, заяц был командиром вот этих, этого отряда взвода солдат. Селезневского. И в итоге стал царем здесь уже. Вот еще целая куча лягушек. В принципе, это лягушки Т-образной формы. В принципе, это точно такие же, как были здесь. Разница лишь в качестве пластилина. То есть, другой пластилин. Вот еще целая куча зайцев. Вот двуногие зайцы. Вот этот, например, заяц. Это как санитарка. У него на голове белая такая накидка. Терезушки, она проходит сюда. Когда все это было белое и не засвеченное, когда были видны беленькие усики и все тому подобное, это был очень даже симпатичный зверек. Их таких две. Вот еще одна. Ну и другие зайцы, которые уже были как бы воинами. Вот два мелких зайца совсем. Черный заяц. Он был достаточно красивый. Сделал, видим, какой там вот фильм посмотрели. У него грудка белая. Там очень красиво. Носик белый, там сапушки со всякой. Также вот целый ряд зеленых зайцев. Красный заяц. Вот типичные желтые зайцы. Так. Вот. В принципе, типичные желтые зайцы. Крупные, чуть поменьше. Также была целая серия. Как уже говорил, зеленый был зайец. Вот два зеленых тигра. У них были светлые какие-то полоски. Потом они уже выцвели сейчас. Шесть поросят кабанов. Вот он один. Второй, третий. Так далее. Семь. Семь кабанов. Вот еще один крупняк. В то же время, по сей день, сетей был сделан вот этот вот бычок. Его называли буйволом. Потому что он тоже из зеленого пластилина. Очень крепкий, очень сильный. И его, видимо, сыночек. Вот он. Еще один. Буйволенок. Он чуть поменьше, но очень даже ничего. Вот он защищен карфагенским доспехом. Греческое оружие у него тут. То есть везде поучаствовал. Вот они, эти немцы, которых, в принципе, сохранившиеся, они были спешены. Так, вот еще медведи. Вот этот медведь его сделала нам теть Галя. Он был очень симпатичный. Мишка и очень сильный. Его вооружили максимально. Так, вот красный медведь. Это я уж не знаю, как мы его еще делали. Но, видимо, сами уже делали. Скорее всего, посмотрев на вот это, решили сделать нечто свое. Вот это обезьяна. У него были уши также здесь очень крупные такие вот. Сейчас они все в общерусском войске, эти три товарища. Вот, уши там мешались, их просто убрали. И закрыли все это доспехами. Вот еще черный буйвол. На нем сидит и в проволоке человечек. Сто процентов мы его где-то нашли. Сами таких никогда не делали. Тут Чаполина. В принципе, такой же, как и здесь. Техника немного отличается. Отличить можно. Так, вот это вот носорог. Красный и бегемот. То есть в Зайцевом городе тоже есть такой же носорог красный, как бегемотик, размером такой маленький. Но они были по разной стороне. Это Андрей подавил их. Ну вот куча это медведи. Но вот это вот, это собака. Это вот собака. Все остальные это медведи. Вот это вот типичный селезневский доспех такой, щит. Ну вот они были у техтонцев такие щиты. Вот у этой конницы, которая, их называли техтонцами, в то время, у них были такие вот щиты. Так, вот это вот олень. Достаточно крупный. И, по всей видимости, олененок. Это, видимо, его сын и дочь. Вот это собака. Их было сделано около 10-7 штук таких собачек. Но в живых осталась, скажем так, одна. Вот волк. Очень крупный, сильный. Вот еще один такой же здоровый, даже покрупнее его. Вот это утки. Гуси. Гуси, да. Вот. Их было сделано моя бабушка, когда были совсем маленькие. Также были там сделаны различные другие животные. Коровы, быки, там, подлошади. Но их бабушка потом сломала. Не считая нужным сохранять. Вот. Также вот была сделана вот такая вот мышка. По сути дела, из груда пластилина. Просто показалось. Личико. Его довели до ума. Сделали сзади из перьев волосы. Раньше они были намного красивее. И получилась такая симпатичная мышка. Ну, так же лисы. Вот такая вот леса длинная. Лиса то ли в Киеве, то ли в Буденовке непонятно. Все. Еще вот леса одна, укрепленная зубчиками. И вот этот лесу, например, рыжий. Мы делали для... Ну, показывали, как мы это все делаем. Вдруг попросил, там один у нас знакомый на селезневке. Вовчик. Как же у вас это лепит? Мы укрепили, хотели подарить. Ну, она, разумеется, мне нужна была. А может, мы и не особо хотели дарить, что сломает. В общем, она осталась у нас и теперь сохранилась. Перед нами лисы. Они маленькие. Их 14 штук. Они делались по фильму. Вот это вот дракон. Раньше он был вот так вот. У него были расправлены крылья такие большие. Было несколько штук. Драконов, в смысле. Вот тут муравьи коричневые. Это отдельная история. Вот это вот. Ну, видимо, то ли медвежонок, то есть собачонок. Будем считать, что это собака высоко в форме. В накидке тоже вот мышка такая же серая. Такой же она все накидки в этой белой. Ну, то есть нечто вроде партизана они начали разыгрывать. Такие ситуации. Намас халат. Так. Перейдем к мирным жителям. Перед нами мирные жители города Селези. Здесь они представлены не совсем все. Некоторые вот показаны в фильме про Вене морской флота. Но здесь мы видим вот трех голова Чаполина в буденушке. Дело не сохранилось. Это вот кевтонский воин. И отряды 50 садников. Разыгрывать для ледового побудущего. Вот можно видеть, кстати, у него сзади красный плащ. То есть он был одним из офицеров. Там было два офицера. Так вот советский солдат. Зелененький, с черным сапога, с коричневой головой. Это был типичный. На Селезенске такие вот еще один такой же. У него еще вот монеты, например, такие вот. И защита лежала, скажем так. Здесь мы можем видеть даже таких тваков. Зеленых лошадок еще вот две штуки. Которые в Селезенске конец поднимались. Здесь две индианки. Одна индианка. Женщина такая вот, неолуга же за спиной. И белая. Вот такие вот птички еще. Здесь мы видим муравьев. Они состоялись трех частей. И видим медведок. Они жат у пластилина. Они такие вот маломейские ныри. Ну и были немножко другие. Но они хують кожа. Здесь мы часто бывали на даче. Пропалывали, поливали, скапывали. И так вот опытные решили принести в игру. Здесь мы видим пшеничное поле. Это вот рожь. Здесь пшеница. В то время мы считали основным врагом крестьянин это медведя. Так как было на даче. На даче мы хвалили. Капывали хинору. И здесь мы сделали то же самое. Здесь сверху видно ходы. Это как бы подземные ходы. Вот это хранилище. Это киатский медведок где не разводились. А вот это сами медведки. Это вот такие вот монстры. Шестью нога им потом просто делали. Более просто. Сейчас покажу. Такие просто волнистые делали. Ноги. Чтобы сильно не мучиться с производства. Нормально были. Такие вот входы. Были тупиковые ветки. Вот такие вот. В которых нельзя было выйти. Все вот эти вот зваки. Выращивали крестьяне. Такие вот. И другие. Все это было нужно. И чего? Сейчас посмотрим. Звак милого такого вот вида. Если вот эти вот штучки не отрываясь. Так вот. Получаются такие вот шарики. Это семена. Семена укладывались на такую вот лопатку. Засовывались в печку. Остарались на какое-то время. И получался вот такой хлеб. Хлеб собирался. И как бы считалось, что они будут применяться как в еду. Но медведки тоже ели хлеб. То есть они срывали колоски. Утаскивали все в норы. На склад. Обрабатывали их. И семечек потом у них рождались. Такие вот маленькие медведки. Потом медведки ели семечки. И росли до взрослых медведков. Вот из таких. Вот такое существо. Кругоборот. Вот эти вот израсходованные злаки выбрасывались. Как крестьянами, так и медведками. Ломались. Оставшиеся семечки засеивали поле вновь. Из них вырастали новые злаки. Вот такой же оборот. Такая система была замкнутая. Проблема заключалась в том, что пастылин не хватало. То есть медведки производились, но их никто не ел. То есть численность их росла. И делался также еще хлеб вот такой вот. Получалось так, что поле постепенно уменьшалось. Число медведок росло. Проблема заключалась еще и в том, что производился хлеб, но для чего он был нужен, мы еще сами толку не понимали. Была такая идея, что все жители на Селезневке должны есть хлеб. Но производства хлеба явно не хватало, чтобы даже хотя бы всем по буханке раздать. Недорожен в том, чтобы обеспечить их на каждый день. Но это постепенно, этот мир приходил в упадок. Длиже к концу этот мир напали муравьи. Черные муравьи около 40 штук. Вот такие вот медведки с ними бились. Дрались с ними челюстями вот этими. И проиграли. Бежали из этих нор. Объединились потом с коричневыми муравьями. И здесь что-то убедить, конечно. Это стало прорлогом новых воин с муравьями. Но этот мир постепенно прошел в упадок. Медведки стали полноправными членами общества. Многие из них сейчас служат в кавалерии, а остальные считаются верными жителями. На Селезневке, как уже было сказано ранее, использовалось огнестрельное оружие такого типа. Вот его вооружен многозарядным ружьем и лягушкой. Вот они прятались вот же такими вот окопами. Как вот показано здесь. Вот здесь вот человек вооружен автоматом. Вот за такими окопами. И вели бой с противником. Как правило, русских было 40 человек. 40-50 человек. Они вели бой с превосходящими силами противника. Вот такими вот муравьями. То есть если уже забрать поближе этого муравья. Вот мы видим пистолетами, три патрона. Вот такой вот животных всегда делали 200 человек. То есть мы считали, что во взводе 50 человек. И делали роту. А рота это 4 взвода. В инцентгово арене всего этого многообразия форм были танки. Сейчас мы наблюдаем русские танки. Это первая линия. Вот. Это русские танки. Вот типичный танк. Он имеет гусеницы. То есть мы кириллая танка. Баки. С бензином. И башня. Вот завязать. Вот. Внутри танка находился экипаж. Как правило, это было 4 человека. Впоследствии, когда танки привезли сюда, их уже оснастили на основе македонской фаланги такими копьями. Ранее ничего подобного у них не было. Вот здесь представлена самоходная установка. Это тоже метода не значит какого самоходка. Поэтому сделали ее, по сути дела, как танк. Только в башне находился тоже человечек. Потом мы посмотрим подробнее этот момент. Вот эта пипка, это пулемет. Вот. Также были сделаны еще броневики. Они имели с каждой стороны по пулемету. По пулемету вот раз, два, три. С этой стороны 4 пулемет. Вот. Также бензобайки. И внутри был экипаж. Они были на камерусах. Здесь представлены вражеские вот эти муравьиные танки. Вот он, подбитый танк. Вот у него промята центральная часть. То есть получил ударов в лоб. Следующий танк тоже муравьиный. У него снести на башне. Здесь была башня. И, кстати, здесь пробитый, по сути, он насквозь. Такой облик приобрения танки уже когда они были, можно так сказать, вписаны. И долгое время находились только на память. А вот так вот по реконструкции танк выглядел именно в боевую. То есть это грозная машина, оснащенная пулеметной лентой, лентой, пулемет, имел три снаряда. Но, может быть, снарядов и больше. Вот. Вот такой вот мощный танк. Также можно посмотреть еще на самоходку. Вот она самоходка. Внутри него находится только. Сейчас мы рассмотрим поближе. Так. Им, им. Противостояние. Муравьиные танки, как вот я до этого показывал. Подбитые танки. Также можно посмотреть еще и вот такой вот танк. Он достаточно невысокого, небольшого роста. Маленький. То есть, внутри у него ничего нет. Вот здесь люди не находятся. И единственный муравей сидит именно в башне этого танка. Вот. Рассмотрим самоходную установку в разрезе. Вот здесь мы видим, что находится... Впереди это управляющий самоходкой. Вот. Муравей находятся. И воин, волк. Он в рожем пистолетов. В башне самоходки находятся тоже муравей и гнавуччик. Уровень в стрельбу. Рассмотрим танковый бой. Танки поражались как непосредственно танками, так и выстрелами из пушки. Бросил снаряд. Отрывался. Гильза выбрасывалась. Сама болванка летела, проходившаяся по ближности танка. Пробивала его броню. Как можно дальше. И начинался пожар. Это считалось, что танк поражен. Воин, находившийся в танке, скорее всего погибал. При всем при этом деле. Танк продолжал свое движение. И поражал следующие мишени противника. В середине, в пепонеме танков, применялась и другая. Здесь мы видим ракету на установку. Здесь располагался экипаж. Она не закрывалась. Корпус был цельный, без пустот. Гусеницы, баки. Здесь располагалась ракета. Ракета применялась для того, чтобы уничтожить вражеский остров, который остался с коробков пластилина, и он развалился в пуск попадания ракет. Так имитировалось сражение с китайцами, с советских войсками. Помимо таких сухопутных сражений, применялись еще и морские сражения. Здесь мы видим флот. Армию муравьев и русских. Здесь можно рассмотреть подводную лодку. У них корпус такой же, примерно так, танка. Здесь примененная лента, пулемет впереди сделан, когда он мог расстреливать противника. Здесь мы видим маркировку. Она где? Внутри не расположен пульт управления. Вот видно кнопки, рацию, по-моему. Здесь борт, елка, пундестон. То есть он был скрыт, как бы, чтобы ввести противника в заблуждение. Здесь мы видим корабли. Корабли были на бумажной основе, нищие, картонные. И сверху объекты у вас пастелина. Это муравьи, муравьиные корабли. Корабли были равных размеров. Здесь видны пушки корабельные. Сохраняем даже одна. В таком вот виде. Здесь более крупный корабль. Смотровал вышкой. Я обслуживаю такие вот человечки. То есть не муравьи, а такие вот солдаты. Их не сломали. Как положено было муравьям. Наде стоять обычная пушка. Возможно, она дехонтировалась. В русских кораблях было, как правило, сражений меньше всегда. Мне представлено такими кораблями. На этом корабле, например, становлены зенитки для атаки воздушных целей. То есть самолетов противника, которого будет сказано далее. Это десантный корабль, но это, возможно, десантный или необычный. Примечательной стороной является то, что на поле колесо такое. То есть как на пароходе. Десантный корабль. Расставлял собой экипаж. Возможно, тут сходились еще кислотники. Вот и танки. Танки пустотилые. Можно на танки посмотреть. То есть на сцене пастелина. Экипаж на небо считал, что это как инвестиционное управление. Во время морского сражения, в своем крупном, в котором применял участие 17 кораблей, муравьи, наверное, такого типа. И русские корабли, которые были меньше, ну, допустим, 8 или 7. Применялся остров. Он делался стратегической точкой данного сражения. Так как русских было меньше, то здесь было довольно сложным, и меньше флот. Потому что, хотя и бой просто не совсем честным образом, по-современному, понятнее скажем, как снаряды попадали куда хотели, все равно выиграть бой, допустим, имея там в два раза меньше кораблей, было бы крайне сложно. В эту применялась такая техника, как высадка десанта на остров, захватываясь в стратегической точки, и обстрел противника опортовающих кораблей. На этом острове находился, скорее всего, десант, ну, как десант, а партизанский отряд, который атаковал немцев, которые высадились на этот остров, чтобы захватить. Возможно, даже захватили несколько кораблей. Выстка десанта происходила следующим образом. Снадный коралл же подходил к берегу и начинал высаживать свой десант. Берег был островым, в котором врос в лес. Так вот, взбивались радиоуправляемые танки. Это было русское такое изобретение, нау-хау в район-диле. Взбивались. С ними шла пехота, небольшой отряд. И взбивали немцев с острова. Остров Венервусы. Такими вот нервами. Можно рассмотреть ее поближе. Здесь вот заряды красные. При наступании на леску и разорвании ее, в то время считалось, что взрыв приходит из-за этого, происходил взрыв, противник поражался осколками, разлетающимися. Так. Остров у нас был достаточно крупный. Ну, вот представлено по поросшей лесу, но и не весь лес высадили. Например, у него 3 метра вот такого же было. На острове находился пехотный десант русских, который вел бой с немцами, которые высадились на замене острова. И вот эти вот танки десантникам помогли захватить этот остров и атаковать проплывающим мимо корабля. Во-первых, русские захватили нефть этот корабль, которые высаживали нефть из-за этого корабля, обстрелили противника как в танках, так и снова в корабли. Ну, по-моему, обойдет морской бою. На острове применялись также и самолетами. Тут видно оставшиеся машины. Вот эти первые два – это русские. Русские верстолеты и вражеские. Это казалось, что очень крупный самолет. Здесь вот автоматчик здесь едет, управляющий. Вот здесь прицельная рамка для сбрасывания бомб. Вот этот самолет сделан на основе спички. Вот здесь можно подходить. Фу, прищепки же, не спички. Вертолет. Вот сзади пропиллер не сохранился. Он тоже был на спичке, так же, как и верхняя. Вот здесь кабина. Здесь находился экипаж. И вот самолеты вражеские. Вот здесь вот они закрывались сверху. Вот они небольшого размера. Вот полису на одном из них. На всех выражениях применялись знамены. Ну, русские были либо советское знамя, либо российское, для кого-то. Но муравьев принялся в такие вот знамены. Разнообразные. Боев было достаточно много как шухопутных, так и морских. Ну, морских может там 2-3. Но шухопутных было гораздо больше. Каждая армия оставались свои знамены. Тут, похоже, не все они сохранились. Можно видеть это. Главная тема, тот меч. Гугли, например. Клик, тот меч. Здесь крыло самолета. Было большое сражение. Где были желтые самолеты, штук 15 немцев. Возможно, после сражения обломок самолета стал знаменем. До следующей армии. Здесь видно вот такой вот страшно странный флаг, на котором забрали щит и милич. Вот щит, это вот такой вот щит железный, тонкий. И применялся с садниками-тефтунцами во время там сражения. Имитировали этого побоя. Еще бой на конях. Достаточно большие числа в войнах. В 1995 году, в конце весны, русские города были в последний раз выставлены на местности. Примерно так выглядел город Селезень. Здесь насчитывалось около 220 воинов. Частью таких вот зверей, которые не относились к Селезью, похоже, здесь и не обитали. Как выглядели улицы, в принципе, неизвестно. Известно, что они были строены с такого вот конструктора. Возможно, использовать даже такие вот домино. Селезью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова